В этом видео я хочу познакомить вас с уникальным компонентом, который позволяет создавать именно шаблоны для Joomla, настраивать стили без каких-либо знаний кода. Это новый опыт, как для меня, так и скорее всего для вас. Что это такое, с чем это едят, подробнее в этом видео. Итак, в этом обзоре я представляю новый компонент. Ну, сам по себе он уже не новый, но новый для меня и скорее всего для многих вас. Компонент называется Template Creator. Также сейчас я нахожусь на сайте разработчика. Вы можете сами перейти на этот сайт. Адрес его видите вот здесь, Template Creator. Данный компонент существует как и на Joomla, так и на WordPress. И давайте немножко поговорим о компоненте. Что это такое? Изначально, когда я только с ним столкнулся, он напоминает вот этот популярный конструктор сайтов, как типа Gridbox или SPPatchBuilder. Но это совсем другое, иное. Я с подобным раньше даже не встречался. Это действительно, можно так сказать, конвейер шаблонов. То есть, по сути, есть, если вы не знаете, такие сайты, которые продают свои программы. Например, AirSysTier. Эта программа, она тоже позволяет сделать шаблон на разные движки, не только Joomla. Здесь что-то похожее. То есть, мы на Joomla устанавливаем компонент Template Creator, полностью до мелочей собираем в плане дизайна, отображение модулей, отображение меню и другие элементы. Там много чего есть. То есть, создаем шаблон, потом мы его выгружаем в zip-архив и можем установить как обычный шаблон, который мы как будто бы где-то скачали или купили, на любую Joomla. То есть, по сути, мы даже можем сделать такой сервис по шаблонам. То есть, наделать разных дизайнов шаблонов и распространять их в интернете. Компонент, конечно же, платный. Цены вы можете сами посмотреть на сайте разработчика. Имеется русская локализация данного компонента. На вкладке «Скачать» здесь можете, причем русский язык скачивается абсолютно бесплатно. Вот загрузите русский пакет для Template Creator. Здесь есть внизу самая ссылка «Скачать шаблоны». Смотрите, вы можете посмотреть, как шаблоны выглядят именно сделанные в этом компоненте. То есть, вот миниатюры. То есть, эти шаблоны, они действительно реальны. Вы можете и посмотреть, как и демо, live demo вот здесь, да, так, и скачать абсолютно бесплатно и потестить вживую на своем сайте. Вот кнопка «Download» внизу «Скачать». Например, давайте посмотрим, что вы примерно представляли представление, что этот шаблон вы можете реально вот собрать сами. С интересной менюшкой, да. То есть, вот у нас в виде лендинга абсолютно вот это все можете собрать сами. То есть, если вы не можете найти для Joomla подходящего шаблона, конструктор страниц, возможно, вам не подходит, то есть еще вариант, так сказать, конструктор самого шаблона, который можно абсолютно, а этот архив перемещать на любой сайт. Если у вас несколько сайтов, можно использовать на любых сайтах один и тот же шаблон, сделанный вашими руками. Конечно, нужно разобраться, как им пользоваться, и я вам в этом помогу. Давайте в этом видео произведем установку данного компонента на движок Joomla. Я не буду показывать, как устанавливается Joomla. Я думаю, вы знаете, как это делается. Я даже вам скажу более. Этот компонент не надо ставить на рабочий сайт. Лучше где-нибудь даже на локальном сервере, там на open-сервере. Сделайте тестовый сайт на Joomla, установите туда компонент, там генерируйте шаблоны, настраивайте. Потому что там можно же выгрузить zip-архив шаблона. И уже вот этот ваш готовый шаблон можно установить на другой ваш рабочий сайт. Это позволяет наш компонент Applate Creator это сделать. То есть, я думаю, что есть такая возможность. Есть, то не надо нагружать наш рабочий сайт еще компонентом Template Creator. Его спокойненько можно оставить на демо-сайт, как конвейер шаблонов. Единственное, чтобы я еще посоветовал при установке, например, демо Joomla, для того, чтобы использовать компонент Template Creator, на третьем шаге лучше, наверное, поставьте какой-то из демо-данных. Например, блок. Так как нам надо будет видеть какие-то элементы сайта, там, иконки, да, иконки печати, электронные почты. Вот то, что стандартно используется на Joomla. Как выглядит блок. То есть, сайт должен быть наполненный, чтобы нам сразу видеть, как выглядит сайт во всей красе на нашем шаблоне, который мы делаем. Поэтому я рекомендую все-таки использовать демо-данные при установке. Итак, я установил себе тоже демо-сайт на локальный сервер. Вот так выглядит сайт с демо-данными, то есть предустановленные статьи на английском языке. И о чем я говорил? Там вот эти иконочки печати, да, на сайте. Модули меню, готовое меню наверху, да, поле поиска. То есть, чтобы это все уже было, чтобы мы могли просто накинуть шаблон. Наш шаблон, сделанный в Template Creator, и сразу видеть, как смотрится та или иная страница. Итак, давайте произведем установку компонента на Joomla.site. На момент записи урока я использую последнюю версию Joomla 3.9.1 и последнюю версию компонента Template Creator 4.0.16. Итак, установка стандартная. Я перетаскиваю просто компонент в область установки Joomla. Вот так выглядит логотип компании. Установка компонента завершена. И я сразу же перетаскиваю русский язык, скачанный также с сайта разработчика. Установка файлов успешно завершена. Итак, давайте первый взгляд. Как это выглядит? Компоненты, и он здесь у нас находится. Template Creator. Заходим сюда. Я предлагаю действовать сразу, создавая шаблон и по ходу знакомясь с различными возможностями данного компонента. Изначально шаблоны, то есть вот прям написано список шаблонов, они будут все отображаться здесь, если вы будете делать разные шаблоны. Есть общие настроечки. Здесь версия Joomla 3.0. Набор информации, который будет заполняться по умолчанию. То есть, как я понимаю, эта информация будет записываться в ваш шаблон, который вы создадите в компоненте Template Creator. То есть вы можете просто заполнить эти поля, что автор это вы, адрес почты, ваш сайт и так далее. Все здесь можете заполнить. Я тут запишу Федор Васильев. URL адрес автора. Проставляю свой сайт. Сохранить, закрыть. Есть стандартные кнопки копировать, импорт, экспорт. Пока это нам не требуется. Также есть возможность загрузить свой шрифт. Об этом будут позже следующие уроки. Дальше о программе. Ну и в принципе нам нужно находиться вот здесь, да, в список шаблонов. То есть вот у нас есть уже Templates Black. Можем зайти, прямо перейти сюда. Что здесь мы видим? Во-первых, у нас есть небольшое количество готовых шаблонов, сделанных здесь же в Templates Creator. То есть они представлены от разработчиков. Сразу по миниатюрам вы можете увидеть, если вдруг вам что-то понравится, вы можете взять этот шаблон, прямо здесь его подправить, может быть что-то от себя там, поменять цвета, все что угодно. Выгрузить его отсюда в zip-архив и использовать на своем сайте. Также здесь есть страница номер 2. И также заинтересовавший ваш шаблон, вы можете просмотреть. Вот тут есть кнопка детали и загрузка. То есть они бесплатные, можно загрузить прямо сюда, нажав на эту кнопку. Но сначала нажмем детали. Вот кнопка Lowout. Написано, что он фри, бесплатный. И здесь просто скриншот, как он выглядит. То есть мы не строим с вами, я вам еще раз напоминаю, целиком сайт, как, например, конструктор сайтов, да, типа SP Page Builder или Gridbox. Это только визуальная составляющая, то есть только шаблон, который мы натягиваем потом, грубо говоря, на наш движок Jumo. Даже не натягиваем, а по сути просто установка. То есть мы создаем шаблон. То есть такой шаблон, например, если бы мы обладали знаниями CSS и HTML, JavaScript и так далее, мы бы написали, например, его вручную, да, на какой-то программе. То есть, а Template Creator позволяет нам также писать шаблон, но при этом абсолютно не зная ни одной строчки кода. Вот в чем разница. Соответственно, я предлагаю начать с нуля. Здесь тоже можно это сделать, не используя готовый шаблон, потому что, я думаю, это будет проще. Намного сложнее будет разобраться, когда мы будем видеть шаблон, глаза будут разбегаться, смотреть, что и здесь настройки есть, и тут есть, и все как-то все сложно, может показаться. Вот здесь есть наверху большая такая голубая кнопка, это начать, так сказать, с нуля. Нажимаем на нее, и у нас всплывает важное окно, важный первый шаг. Здесь на миниатюрах показана именно структура колонок, блоков, то есть каркас, по сути, да. То есть нам изначально нужно определиться с каркасом, сколько будет модульных позиций. То есть, по сути, если вы хотите размещать какой-то новостной сайт, где много модульных позиций, например, вот эта вот версия 14, да, то мы его выбираем. А вообще, мы можем эти модульные позиции набросать в процессе создания шаблона, но изначально нужно все равно здесь выбрать какой-то каркас. То есть я предлагаю выбрать, например, что-то типа вот такого седьмого варианта, чтобы была и шапка, чтобы был сайт бар, и чтобы был еще и подвал. Соответственно, оранжем подсвечивается это у нас body, то есть тело сайта, там, где выводятся у нас, как правило, статьи Joomla. Давайте выберем этот седьмой вариант. Окно у нас сменяется на другое окно, и появляются первые настройки. Первое. Имя шаблона. Это то имя, которое будет фигурировать именно в архиве шаблона, то есть именно название шаблона, когда мы его выгрузим. То есть, грубо говоря, вы можете создать здесь шаблон и пойти его, как бы, я не знаю, по закону можно это сделать или нельзя, то есть продавать его, потому что шаблон, по сути, ваш. Вы его здесь собрали, и, как правило, вы знаете, да, когда шаблон вы скачиваете или покупаете, здесь обычно у каждого шаблона есть свое название. То есть вот такое название я назову шаблон Федор, то есть вы можете здесь прописать. Сразу можно выбрать ширину шаблона. И у нас в подсказке показано. Это может быть либо пиксели, либо проценты. Ну, давайте оставим 1000, как, в принципе, по умолчанию стоит. Следующий вариант. Нам нужно определиться, адаптивный это будет шаблон или фиксированная ширина шаблона. Давайте выберем адаптивное. Загружать ли Bootstrap? Давайте выберем загружать. Я думаю, что многие настройки отсюда можно будет также перенастроить уже в процессе создания шаблона. Загружать ли шрифт Evisom, то есть библиотеку иконок. Автоматически так и оставим. Можно выбрать да или нет. Добавить опцию Google Analytics. То есть прямо в шаблон, если поставим да, добавится опция, куда можно внести индификатор Google Analytics, чтобы отслеживать посещаемость сайта. Я думаю, что это полезная опция. Почему нет? Давайте оставим. Дальше. Главные настройки. Цвет фона. То есть, смотрите, вот это все я предлагаю выбрать уже, когда у нас откроется именно страница редактирования нашего шаблона. Мы можем, конечно, здесь все задать, но я предлагаю оставить все по умолчанию здесь и уже настраивать это все в процессе. Ниже также опция. Можно также выбрать для заголовков первого уровня H1 также и цвет, и размер, и строки, то есть расстояние. Также для H2 и H3, когда шаблон откроется, там будет и возможность настраивать другие заголовки четвертого, пятого, шестого уровня. Также ниже кнопка и формы. Можно настроить и падинги, то есть отступы, цвет, цвет фона. Соответственно, это нормальное состояние кнопки, кнопка при наведении мыши и нормальное состояние. И нажмем сохранить и закрыть. Что мы здесь с вами видим? Если мы наводим мышь, то мы видим практически, видите, у каждого блока куча кнопок, куча всяких возможностей. И изначально вам также может показаться, что перед вами конструктор сайтов. Что вот тут откуда-то логотип взялся, какой-то тут текст. На самом деле здесь все так устроено, что перед вами показаны важные параметры, важные какие-то используемые вещи на сайте. Вот видите, H1, H2, H3, H4, H5, H6 показан, как это здесь выглядит именно на сайте. И цвет, и размер, сразу идет визуализация, чтобы мы сразу могли настраивать, как это выглядит. То есть если мы сейчас с вами этот шаблон выгрузим на сайт, на наш посмотрим, этого всего на сайте не будет. Что я и предлагаю сделать вначале, чтобы вам как бы внести сразу ясность, как здесь это все работает. То есть мы с вами по сути еще ничего не сделали, ничего не настроили, но я хочу вам сразу показать, что этот шаблон, он уже есть, но пока вот с дефолтными настройками, как вот он есть. Единственное, чтобы хоть какое-то было отличие, чтобы мы понимали, что это наш шаблон, что это уже наша разработка, я предлагаю вот у этих иконок, потому что смотрите, они находятся с самого края, это значит идет задний фон, заливка именно всего нашего сайта. Сейчас вы видите там белый цвет. Я предлагаю здесь сделать первую настройку, вот перейти по этой иконке редактор стилей, вот здесь вот слева у нас сразу меняется все, и показывается именно этот редактор. Переходим с вами здесь в фон страницы, дальше выпадающий список в фон, и здесь мы задаем цвет. И здесь есть, видите, несколько вариантов цветов. Цвет 1, этап 1, этап 2, конец. То есть здесь можно даже сделать градиентную заливку. Смотрите, кликаем прямо сюда, выскакивает у нас палитра цветов. Например, я выбираю такой вот желтенький. Нажимаю здесь ОК, вы видите, сразу, то есть закрашивается все желтым, то есть как и в конструкторе сайтов. После этого, смотрите, вот этот цвет, вот этот цвет недоступен, но доступен вот этот нижний. Если я здесь выбираю, например, какой-то синий, и нажимаю ОК, то вы сразу видите, что происходит у нас градиент. Видите, переход от синего к желтому. Давайте вот пока на этом уровне так и оставим. Нажмем вот здесь на кнопку сохранить шаблон. Дальше есть кнопка отмена, повтор, выход. То есть если, смотрите, я сейчас нажму выход, мы переходим в список шаблонов. И вот он, видите, Федор, то, что я сейчас назвал, это тот шаблон, который мы с вами делаем. Смотрите, кликаем еще раз по Федору, заходим, видим, то есть где мы с вами остановились, на чем мы с вами остановились, что мы с вами делали. Я сейчас предлагаю показать сразу, как этот шаблон выгрузить в zip-архив. Это делается очень быстро. Смотрите, действия. Дальше, создать архив. Выбираем пункт. Не обращая внимания, что нас ругается на логотип, что мы его еще не загрузили. Далее мы нажимаем здесь, смотрите, загрузить шаблон. У нас всплывает окно, и вот здесь мы видим имя, Федор, название шаблон, точка zip. То есть мы сейчас скомпилировали в zip-архив уже шаблон. Тот, который, он уже есть, дефолтный, но уже с какими-то нашими изменениями. Просто хочу сразу визуально вам показать, как это будет работать. И вот представьте, после этого процесса, после установки этого шаблона, нам останется лишь научиться пользоваться этим конструктором, настроить шаблон так, как мы хотим, чтобы он выглядел. И, по сути, мы можем делать шаблоны свои, уже не задумываясь о покупке шаблонов или скачивании бесплатных шаблонов. Итак, этот архив нужно сначала скачать на компьютер. Скачиваем его на компьютер. Шаблон скачался. Здесь нажимаем закрыть. Смотрите, либо прямо на этот сайт, либо на другой сайт. Можете установить шаблон как обычный шаблон. Вот эту нашу заготовку. Давайте прямо сейчас и попробуем. Смотрите, расширение. Установить. Видим наш zip-архив. Давайте, кстати, его посмотрим. Правой кнопкой мыши открыть. Видим все файлы, папку XML, документ XML, тот, который позволяет нам сделать установку. То есть все, что есть, все тут есть. Все, что нам нужно. То есть программа сама собирает шаблон. Именно не программа, а вот этот компонент template creator. Смотрите, перетаскиваем наш шаблон, нашу заготовку, как обычный шаблон. Идет установка. Установка без проблем происходит. То есть устанавливается шаблон на наш сайт. Переходим, смотрите, расширение шаблона. Видим наш шаблон Fodor. Как я его назвал, он так тут и называется. Причем здесь даже имеются какие-то настройки. Мы позже с вами разберем. Вот, например, Google Analytics код, куда можно ввести. Мы включили, чтобы это было. И здесь, видите, это поле присутствует. Смотрите, мы просто ставим точку, что это шаблон по умолчанию. Переходим на фронтальную часть сайта. Помним, как выглядит дефолтный шаблон. Обновляем страницу. И вы сейчас видите магию. Вы помните, как я настроил дизайн, буквально только задав цвет фона, чтобы понимать, что это наш шаблон. Видим, что у нас есть градиент. Заливка цветом. Пока у нас ничего не настроено. Ни цвет, ни рамки, ничего. Тут каждый модуль в отдельности можно настроить стиль. То есть, чтобы вы просто сразу изначально понимали, что мы делаем именно с вами шаблон. Потом его устанавливаем на сайт, и он у нас будет выглядеть так, как мы это хотим. Также можете погулять там по страницам, посмотреть, как тут что есть. Конечно, пока у нас тут ничего нет. Все выглядит именно так, как все там по умолчанию. Но мы с вами научимся в уроках, как это делать. Я планирую записать именно большую серию бесплатных уроков в YouTube об этом уникальном компоненте Template Creator. На этом уроке давайте поставим паузу и продолжим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok